Ой, Танька, ну ты не права, понимаешь? Ну почему эти придурки каждый год забывают про твой день рождения? Вот мне лично обидно, тебе нет? Ал, ну чё ты такая злая, а? Ну тебе-то хорошо, у тебя-то праздник. Как будто у тебя праздников нет. Нет и уже пять дней. Подожди, ты хочешь сказать? Да, Тань, я хочу сказать, что Красная Армия не переходит в наступление. Что? Красная Армия не переходит в наступление? Ты тесты делала? Нет, Тань, я боюсь. Может, из меня? Нет, Ал, вот это не честно. Удовольствие получаешь ты, а тесты делаю я. Где у меня преступление и наказание? Держи. А откуда ты это взяла? Я взяла это там, Аллочка. Где ты должна была купить презервативы. Виталик, дружище, дай, пожалуйста, приставку на пару дней. Пятьсот рублей в сутки. Стоимость приставки в залог. Или паспорта. Идёт. А, Лысенко, Лысенко, ты и маму родную продашь. Маму не трогай. Она у меня святая. Она у меня обдавик. Деньги. Так, следите, как за своей собственной шкурой. У вас осталось 47 часов, 59 минут, 59 секунд. Блин, пошло. Тань, может, я ещё раз пописываю, а? Аллка, тебе чё, шесть раз мало? Аллка, я так за тебя рада! Блин, что я говорю? Я так за вас рада! Ну, что, как у нас там дела? А может, у нас там двое сорваться? Тань, да ты чё, ты чё, не понимаешь, а? Это ж просто капец. Мне тебе, мне теперь придётся академ брать. А как я родителям всё это объясню, а? Тань, а я чё теперь, мохи-то не смогу бить? И в октоненьке курить? Блин. Тань, я ещё не нагулялась. Да ничего, с ребёночком нагуляешься. А кто папка? Женечка. Бук профессора, сын академика, и его дядя придумал тетрис. Тань, ну я его не люблю. Я тоже не люблю, дурацкая игра. Да, Тань, да я про Женечку. Да где ты вообще его нашла? Ну, помнишь, месяц назад мне этот Валера бросил? Ну, король стеклопакетов. Ну, и я девчонками с горя напилась в парке. И зашла в библиотеку, а там он. И он, как меня увидел, у него аж ручки затряслись и говорит, Кто вы? Фея. И что? Ну, а меня только что Валера сучкой назвал. Вот ты, представляешь, фея. Ну, а у меня такого перепада просто ей бошку и сорвало. А потом мне ещё и стихи читал. А потом я не помню, что было дальше. Вот зато, зато теперь у тебя родится девочка, такая же красивая, как ты, и такая же умненькая, как Женечка. А если у меня родится сын, такой же красивый, как Женечка, и такой же умный, как я? Так это же просто капец. Чё надо? Привет, девчонки. А не отложите телек на парчейсков? А мы вам за это по ребёночку сделаем? Да, 47-0, конечно, не футбольный счёт. Просто у меня Мадридский Реал, а у тебя Махачкалинский Анжид. Зато я туда купил Рональда. Купил. Молодец! Зачем на ворота поставил? Привет, парни. Не подмазывайся. Мы тебе всё равно поиграть не дадим. Да мне и не надо, ребята. А вы Таньку с днём рождения поздравили? Чё дарить-то будем? Сань, ну подари ей Зайца, который хэппи-бёсды поёт. Всем девчонкам очень даже нравится. Вот поэтому, Гош, тебя второй раз на день рождения никто и не зовёт. Сань, ну ты чё? Ну это же Танька. Она даже и Шарику будет рада. Давайте ей утяжелителей для ног подарим. А зачем мы идём? Сань, ты чё, не понимаешь? Смотри, мы ей дарим утяжелители. Танечка, естественно, вежливо отказывается, и наш Кузенька забирает их себе. Понял? Ну ладно, ребят. Тогда я сам подарок куплю, да? Да. Ага. Ну а вы давайте деньги. Сань, у меня нет. Я знаешь, Рональдис я купил. Сашка, я не могу. Мне утяжелители для ног нужны. Ясно. Ну, тогда я на свои куплю, да? Да. А мой со стипендий я тебе верлю. По-любому, Сань. Понял. Ну я, ребят, вашу стипендию уже больше, чем выжду. Слушай, давай не будем в футбол играть. А то у меня ноги болят, а? Восторгов пламенных не нужно. Без них могу я сохранить души, сердца, южные. И счастье снова окрыли. Женечка, очень красивые стихи. Ну, понимаешь, мне надо... Подожди, подожди. Еще. Мне судьба к тебе приносит. К твоим ногам всю жизнь и кровь. И об одном тебя лишь против. Женечка, мне очень надо с тобой серьезно поговорить. Я не всегда... Ты слышишь меня, а? Да. Конечно, моя фея. Я весь внемлю тебе. Помнишь, у нас с тобой было. Так вот, у нас теперь с тобой будет. Что? Ребеночек. Можно счет? Как счет? Я все эти приколы знаю. Решил москвича подцепить, лохов еще и в другом месте. Вот, я за тебя сплатил. Так подожди, ты же мне стихи читал. Так по-другому к такой телке не подкатишь. Ну, ты сволочь. А ты сучка. Ну вот, я опять сучка. На тебе, держи, козлина. На, получи замородок. Я еще бабой дрался. А я еще виноват, что мне какой-то старикашка попался. Слушай, скажи мне, пожалуйста, как ты энергией из задницы плюешься, а? А, так я тебе и сказал. Ну, я, ну, парни. Смотрите, что я Таня купил. Настоящий карасиус аурасис. Молодец. Придурок. Золотая рыбка, всю Москву оббегал. Редкий вид. Молодец я, а? Козел! Где же у нас рыбка жить-то будет, да? Где у нас дорогие рыбки? Где? Ребят, а отец не заезжал, а то он мне еще позвонил. Да не заезжал. Вот я сейчас к кому-то заеду. Здорово, молодежь. Отдыхаете от безделья? Здрасте. Есть чуток. Силестр Андреевич, вы когда бедным были, во что играли? Когда я был бедным, я в шахматы играл. Ага. До сих пор фигурки не выкидываю. Времена, знаете ли, такие. Дениска, а что ты там завис? Поставь, пожалуйста. Спасибо. Привет, пап. Здорово, сынок. А ты что приехал? Микроволновую печь вам привез. А то живете, как бомжи под забором. Так, Узи. А так будем жить, как бомжи под забором. Только с микроволновкой. Пап, а где карасиус аурасис? Это кто? Греческий певец? Не знаю. Греция, наверное, раз грех. Это рыбка золотая. Она вот здесь в пакетике лежала. Она там? Где? В пакетике. Нет, пап, а что ты опять сделал? Рыбную котлетку? У нас был такой же случай в Кургане. Только на стройке с дядей Егором. Пап, ну что ты приехал, а? Вот что ты вообще лезешь в мою жизнь? Сань, да посмотри чех. Может, рыбка на гарантии была? Ну, сын, ну ты чего? Обиделся из-за какой-то рыбки, а? Ведешь себя как ребенок, честное слово. Вот папа сегодня прокакал тендер на строительство бизнес-центра. Кто ничего, бодрячком? А это знаешь, сколько в рыбках? Пап, да ты же не понимаешь, это не просто рыбка была. Это был подарок девушке на день рождения. А день рождения уже вечер. Хватит. Смотри, смотри. А ну-ка, вспомни быстро, чей ты сын? Чей сын? Я сын человека, который прокакал тендер на строительство. Хватит. Держи. Подаришь своей девушке, ей будет приятно. Чего это, пап? Это подарок, который папа хотел сделать одной тете. Что ты так смотришь, Саша? И папа иногда делает некоторым тетям подарки. Папа, я не могу это у тебя взять. Можешь, Саша, можешь. Можешь. Таня, вот если я рожу, то я обязательно рожу девочку. Почему? Таня, потому что все мужики козлы. Алла, у меня для тебя есть более важная информация. Вот какая может быть еще более важная информация? Так, Алла, пока тебя не было, я ходила в туалет. Поздравляю, Таняш, молодец. Не перебивай. В общем, там лежали твои тесты, и я из любопытства тоже сделала. Алла, я тоже беременна. Класс. Тогда мы теперь будем жить в одной комнате, как семья лесбиянок с детишкой. Алла, есть небольшая проблема. У меня мужчины не было полгода. Так вот, у меня два варианта. Ибо с этими тестами что-то не так, ибо это второй в истории случай непорочного зачатия. Таня, а может я не беременна? Алла, нам нужно срочно найти человека, который точно не может быть беременным. Ага. Эмма Львовна, ну наш декан. Алла, есть более подходящая кандидатура? Вы что, обе с ума сошли? Гош, пожалуйста, будь мужчиной, а? Гошенька, нам очень нужно, чтобы ты был беременным. Аллочка, ты что, укусила Таню, она теперь тоже глупеет? Слушай, ну что, сложно что ли, а? Ну просто прыжни и все. Ладно. Попробую. Видела б меня, конечно, моя мама. Это, а нужно стоя или обязательно сидя, как вы? Гошенька, как хочешь, а? Вот как хочешь. Давай, давай, давай. Можете не смотреть на меня умоляющими глазами. Сегодня на приставке играем я и Гоша. Как тонко ты знаешь женскую натуру, Кузя? Все вот девчонки одинаковые. Ну, 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 ну. Поздравьте меня. У меня две полоски, я сержант. Танечка, иди сюда. Танечка, скажи, у тебя есть еще одна такая штучка, а? Зачем тебе? Понимаешь, у меня в группе со мной один гомик учится, и я хотел бы его приколоть. Что происходит? Кузя, я беременный. А-а-а. Ну, это не удивительно. После того, что я сделал с тобой в гонках. Ах ты так, да я тебе сейчас... Ребят, ну, все, все, так. Хватит играть. Между прочим, у меня сегодня день рождения. Действительно. Хотя об этом все забыли. Я забыл? Таня, ну-ка, посмотри на меня. Ты что, не видишь, что я одел свои праздничные стринги, а? Ребят, ну, помогите накрыть на стол. Танечка, я очень тебя люблю. С днем рождения. Лояль, с блестками. Ты сумасшедшая. Вот, пожалуйста, тебе, Кузьма, современная женщина. Друг дружку всякую хрень дарит, а из мужиков ресурсы выжимает. Танечка, а вот очень интересно, что же тебе подарят наши мужики? Что я хочу сказать, Танечка, очень грустная, между прочим, история. Уже любые три друга решили поздравить очень близкого себе человека. Ну, они, значит, скинулись. Вот, Сашка пошел за подарком. Ну, в общем, Танюш, когда он его принес... А то, Гоша, он вытащил его из кармана и подарил Тане. Таня, с днем рождения. Сегодня? Конечно, Аллочка, ну а что ты думаешь? Мы же мужчины, да, все-таки? Мы должны вас купать в роскоши, распригать рамки вашего хрупкого женского сознания. Танечка, Танюша, ну а потом? Радость моя, ну мы же как семья. Мы столько лет уже вместе, Танечка, да? А я? А я, значит, не семья, да? Тогда почему вы мне подарили на день рождения какого-то зайчика, который пел хэппи-безды? Аллочка, мы, конечно, семья, но ты знаешь, нам стипендию прибавят только с третьего семестра, да? Занька, что? Что, дорогие сережки? Танька. Вообще-то да, только тихо. Это дорогие сережки? Я эти сережки видела в бутике. Их даже померить дорого, понимаешь? Посмотри на них, что такой Тиффани из них трех знает только Сашка. Тань, эти сережки тебе подарил Саша. Танечка, Танечка, нам, пожалуй, с Кузей уже надо закругляться. Так что давай тебя еще раз с праздничком. Поздравляем тебя. Спасибо. Алкоголь можно взять? Конечно, берите. И будьте. Да, да, да. Саша, мне нужно с тобой поговорить. Ребята, давайте слезайте. Я хочу Дом-2 смотреть. Ясно? Аллочка, ты что, не знаешь, что телевизор портит зрение? А Дом-2 вообще все голым. Саша, я не могу принять от тебя эти сережки. Почему, Таня? Послушай, это же, это, это, это подарок на день рождения. И если ты не примешь, ты очень обидишь меня. И, и Кузю, и Гошу тоже. Саша, ну это такой дорогой подарок, он обязывает меня к особым отношениям с тобой. И с Кузей, и с Гошей тоже. Таня, послушай, почему ты меня отталкиваешь, а? Саша? Да. Давай я попробую объяснить тебе понятным языком. Я не хочу принимать от тебя эти сережки, чтобы не дарить тебе надежду на то, что у нас, ну, что-нибудь получится. Ну, потому что у нас ничего не получится. А даже если у нас что-то и получится, то потом у нас все равно ничего не получится. И получится, что я подарила тебе надежду на то, что у нас ничего не получится. Ну, не получается сказать. Ну, в общем, мне не нужны эти серьги. И мне не нужны Таня. Ну, так выкинь их. Ты что, в горам, что ли? Да. С днем рождения, Таня. Кузя, а может, возьмем винца, пойдем в тридцать третьих девчонкам чай пить, а? Какой чай? У нас еще двенадцать часов тридцать две минуты. Давай, прыгай на кувшинку, ешь муку. Ты что, не видишь, там крокодил, Кузя. Какой крокодил? Я его уже на прошлом уровне надул и лопнул. Что за хрень тут? Говорил я тебе, что нужно в тридцать третью идти. Недаром мне всю ночь моя мертвая бабка снилась. Таня, красная армия перешла в наступление. Издравила. Танюх, так что случилось? Я все объяснила Саше, и он выбросил сережки в окно. Тихо ли? Ал, я ходила вниз. Ползала там три часа в темноте на коленку. И ничего не нашла. Смотришь, Таня, в психологии есть одно понятие, которое очень точно характеризует твое поведение. Дура. Так-то мы еще легко отделались. Подняли холодильник на четвертый этаж и отработали приставку. Слушай, у меня есть план. Давай сейчас притащим в холодильник. Лысенко нам вернет паспорта, и мы холодильнику тащим обратно. Ну что, клево придумал? Ну, Кузя, а по-моему, ты надорвал себе мозг. А Лысенко идиот. Купил эту хрень за бешеные деньги. Большое спасибо. Вот паспорта. Подожди. А вот договор. Какой договор? Вы купили мне этот холодильник в кредит. Завтра первый день выплаты. Так что не затягивайте пенни, штрафы. Ну, сам понимаешь. Условия жесткие. Пока. Я тут иду. Рыбные гости искалки и котов. Вдруг прямо передо мной. Пьюх! Ой, смотрю, сережки чистого золота с бриллиантом. Ой, тяжеленные, зараза. Слушай, пап, а что ты ко мне каждые три дня приезжаешь? А что ты решил, что я к тебе? Может быть, я землю хочу здесь купить? Вот снесу вот это ваше все и построю, наконец, что-нибудь хорошее. Потому что места здесь... Красивые, нагиблые. Александр, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Я сейчас такую стачку универа видела. Мерседес С500 с МГ-тюнингем, турбированной с двигателем В12. Я в нее мысленно села. Мысленно на все согласилась. И мысленно сюда больше никогда не вернулась. Аллка, я сейчас тебе глаза не выцарапала только потому, что за маникюр 600 рублей отдала. Может, хуять? Кусь, ты что тут делаешь? Я здесь живу. Аллка, мне сегодня голые солдаты снились. Они бежали на меня с винтовками и кричали «Ура!». Нет, это я кричала «Ура!». Я все эти варианты знаю! Сейчас я тебе воды принесу, ты меня схватишь, к себе пришмешь, начнешь славать, а эти стороны тебе присоединятся. Что смотрите? Думаете, я этих фильмов не видела, да? Не бывает доставки мебели таких красивых мужиков! Аллка, вот видишь, как бывает, когда нас у вас долго нет.